Добрый день, дорогие читатели! 20 июня 2022 года исполняется 95 лет со дня рождения российского режиссёра-мультипликатора, художника, народного артиста РСФСР Вячеслава Михайловича Котёночкина. И сегодня мы с вами поговорим о его автобиографической книге «Ну, Котёночкин, погоди!», изданной в 1999 году в Москве. Эта книга, по утверждению самого автора, «Будет интересно и детям, и взрослым». Выход её был приурочен к 30-летию мультфильма «Ну, погоди!». И читателям наверняка будет важно узнать, как неудачливый волк и хитроумный заяц делали свои первые шаги. Вячеслав Михайлович в предисловии к своей автобиографии рассказал, как появилось необычное название у книги. Когда вышла уже восьмая серия «Ну, погоди!», он выступал по телевидению и заявил, что на этом приключения волка и зайца заканчиваются. Но зрители категорически не согласились с таким заявлением. На студию «Союзмультфильм» обрушились телефонные звонки и письма. И перешёл с этим потоком конверт, на котором мой адрес выглядел так. «Москва, Котёночкину», вспоминает режиссёр. «Распечатываю, достаю тетрадный листок в косую линейку, а там размашисто поперёк крупными буквами написано «Ну, Котёночкин, погоди!». И никакой под этим подписи. Меня, бывало, за мою работу хвалили. Ругали тоже. Но такого пеского аргумента по вопросу о том, делать или не делать мой фильм, я ещё не встречал». Книга состоит из 20 глав, выстроенных в фронологическом порядке, начиная с детства будущего мультипликатора и заканчивая итогами. Вячеслав Михайлович Котёночкин родился 20 июня 1927 года в Москве. Отец работал бухгалтером, мама – домохозяйка. В семье, кроме Славы, Расслаева сестра Лидия. О детстве автор говорит, как о счастливой паре. Слава увлёкся рисованием, когда поступил в изостудию дворца пионеров Бауманского района. В годы Великой Отечественной войны с 1942 года учился в артиллерийской спецшколе. Был направлен в противотанковое артиллерийское училище в Пензе, которое окончил в 1945 году. Заканчивая третью спецшколу в Москве, Котёночкин всё ещё не определился с будущей профессией. Одним из факторов, повлиявших на этот выбор, оказался знаменитый мультфильм Уолта Диснея «Бэмби», который Вячеслав Михайлович называет лучшим из диснеевских фильмов. Вот так вспоминает об этом автор. Но всё-таки мы с приятелем купили билеты и пошли смотреть этого «Бэмби». А когда сеанс закончился, и мы учутились на улице, ноги нас сами понесли кассам ударника. Благо, у нас хватило денег ещё на два билета. У обоих обалделы и лица, и рты до ушей. Два младенца, семнадцати, между прочим, годков. Я даже спросил приятеля с удивлением. «Ты-то чего? Ты же не любишь мультфильмы». «А ничего», – сказал он, – «такое кино можно смотреть сколько угодно раз, и не соскучишься». После демобилизации в 1946 году Котёночкин пришёл в «Союзмультфильм», собираясь поступить на курсы. Там молодой человек повстречал Бориса Дёжкина. Тот уже был известным режиссёром-мультипликатором. Просмотрев работы Вячеслава, он посоветовал ему все их выбросить и отправиться в зоопарк рисовать животных. Самым главным было движение. Его Котёночкин и должен был научиться передавать. На курсы Вячеслав Михайлович поступил, хотя подавали заявления более трехсот человек. Приняли, в конце концов, после выполнения учебных заданий только двадцать человек. В результате остались работать на студии «Союзмультфильм» семь, среди которых был и Котёночкин. Отдельная глава книги посвящена учителям знаменитого мультипликатора, среди которых он называет, кроме Бориса Дёжкина, Ивана Петровича Иванова-Вано и Александра Васильевича Иванова. Первым мультфильмом в качестве художника-мультипликатора у самого Котёночкина стала «Серая шейка» по мамину сибиряку. В главе «Как нас называть» автор очень интересно рассказывает, как создаются мультфильмы. Я уже объяснял, что в мультипликационном кино много значат голоса артистов, музыка. Сначала надо сыграть всё, что написано в сценарии, записать на фонограмму, а уже тогда приступают к работе художники-мультипликаторы. У художника-мультипликатора в распоряжении плёнка со звукозаписью. Вот он пришёл на рабочее место и начинает разыгрывать перед зеркалом сцену, которую предстоит нарисовать, уложившись в такое-то время и такое-то количество метров киноплёнки. У художника-мультипликатора чувство времени профессиональное. Он слушает запись, наблюдает за выражением своего лица, за жестами и непроизвольно отсчитывает секунды. Ещё одна глава книги посвящена любимой жене мультипликатора, солистке балета театра «Оперетты» Тамаре Вишнёвой. Это был уже второй брак Котёночкина. В первом браке родилась дочь Наташа, во втором – сын Алексей, который тоже впоследствии стал художником-мультипликатором. Познакомились Вячеслав Михайлович и Тамара Петровна, как вспоминает Котёночкин, мистическим образом. Художника просто попросили передать привет Тамаре, которая ехала в том же поезде. «И передаю», – пишет Котёночкин, – «уже пятый десяток лет». Именно жена помогла художнику написать свои воспоминания и оформить их в книгу. За свою творческую жизнь режиссёр создал более 80 мультфильмов, среди которых «Следы на асфальте», «Лягушка-путешественница», «Кошкин дом» и многие другие. Конечно, самым известным остаётся «Ну, погоди». Именно поэтому важную часть книги занимает история создания этого мультфильма. В 1968 году от руководства «Союзмультфильма» поступил заказ делать картину с идеей «Не обижаясь слабых». Пилотный двухминутный выпуск снял начинающий в то время режиссёр Геннадий Сокольский. После «Пилота» решили снимать полноценный мультфильм, но с более опытным режиссёром. Александр Курлянский, Аркадий Хайт и Феликс Камов предлагали сценарии многим, но лишь Котёночкин согласился. 3 марта 1968 года он ответил «В этом что-то есть» и началась работа. Вячеслав Михайлович пишет, что чаще всего за время своей творческой деятельности рисовал волков и зайцев. И однажды он даже нарисовал своего фирменного зайца на стене ресторана «Дома кино». Олег Стрижанов загорелся и нарисовал рядом на стене клоуна. С нами был артист Валентин Зубков, и он что-то дорисовал. Потом было разбирательство и даже приказ готовить халаты и краски, чтобы замазывать испорченную стену. Но спал ситуацию киносценарист Алексей Спешнев. «Не понимаю, из-за чего шум? Посмотрите, как у писателей в их доме литераторов все стены в ресторане расписаны ими собственноручно, да еще и с эпиграммами. А у нас голые стены. Художнику спасибо сказать надо!» Озвучивать зайца из «Ну, погоди!» сразу пригласили Клару Румянову. Ее голосом говорят многие советские мультипликационные герои, в том числе Чебурашка и Малыш из мультфильмов про Карлсона. Клара Румянова, пишет автор книги, придумала для зайца совершенно особенный голосок. Он у нее излучает благополучие и самоуверенность. Нахальный зайчишка, даже наглый, себе на уме. Из любой ситуации вывернется, из любой ловушки улизнет. И все-таки не прохиндей, подлечить не станет. С волком все было не так просто. Для того, чтобы нарисовать его, котеночек много смотрел на себя в зеркало. Походку и жесты волк получил от художника. Внешний вид, расстегнутая рубашка, гитара и сигарета, был подчеркнут в подворотнях Москвы. Волк должен был говорить голосом Владимира Высоцкого, но его кандидатуру не одобрило руководство Союзмультфильма. Пригласили Анатолия Попанова. Именно Попанов спас однажды мультфильм, когда тот находился на грани закрытия, ведь один из авторов сценария уехал в Израиль. Тогда Попанов во время церемонии присвоения ему звания народного артиста СССР сказал о том, что продолжений не будет, председателю Президиума Верховного Совета Подгорному. И тот сделал все, чтобы мультфильм продолжал выходить, потому что его внуки очень любили. Ну, погоди. Интересную характеристику волку дает в своей книге Вячеслав Котеночкин. Ну ладно, пускай волк шпана шпаной. Но не злодей же не станет лумиться над зайцем, если поймает. Парень он в чем-то простоватый. В чем-то из моего детства, когда такие хулиганистые парни носили кепки с пуговкой, брюки заправленные в приспущенные сапоги. И после выхода нескольких серий мультфильма художник получил много писем, где дети писали, что им становится жалко волка, и что нужно сделать так, чтобы хотя бы один раз досталось и зайцу. Важную роль внупогоди сыграла музыка. В основном использовали шлягеры, популярные композиции. Песнь о друге Высоцкого, последняя электричка композитора Давида Тухманова, спят усталые игрушки из известной передачи, «Айсберг Аллы Пугачевой» и многие другие. Конечно, Вячеслав Михайлович боялся, что композиторы предъявят свои авторские права на их песни, но раздался только один звонок. «Это у вас в фильме использованная песня «Опять от меня сбежала последняя электричка»?» «Да, в нашем фильме», признался я и приготовился отбиваться от претензий. «Ну и молодцы!» Я услышал в трубке смех. «Послушайте, мы с вами, правда, не знакомы, но у меня дома есть бутылка отличного коньяка, в Армении подарили. Надо бы распить». «Нет, плохое предложение», – согласился я. «А с кем, собственно, я буду пить армянский коньяк?» С автором песни. Это был Давид Тухманов. В книге Вячеслава Котеночкина много таких интересных историй, а также замечательных фотографий из архива художника. Эти воспоминания будут интересны любому поколению, ведь уже более 50 лет зрители смотрят полюбившиеся мультфильмы Вячеслава Михайловича. В книге также можно прочитать своеобразную авторскую инструкцию, как самому снять мультипликационный фильм. В завершении моего рассказа мне бы хотелось привести слова самого Вячеслава Котеночкина. «В будущем у нашего российского мультипликационного кино очень большие возможности. Я в этом убежден. Это такой жанр, которому подвластна любая тема, и никакая человеческая фантазия не может исчерпать богатейший запас средств, которыми владеет наше кино, и в особенности рисованный фильм». На этом я закончу книгу своих воспоминаний и задам вопрос, который всегда задаю детям, заканчивая свое выступление. «Вы хотите смотреть мультипликационные фильмы?» И знаете, что они кричат мне в ответ? Они кричат «Ура!» Книгу «Ну, котеночкин, погоди!» можно взять на абонементе Центральной городской библиотеки имени Ломоносова по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, дом 64. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!